Поступил протест на решение Совета депутатов городского поселения Семьев Посад от 25-го седьмого о том, что решение, которое принял городской совет о передаче имущества из городского поселения в МОК Теплосеть, данное указанное решение не соответствует требованиям действующего законодательства и подлечит отмене по следующим основаниям. Заместитель городского прокурора Маслов. Вот такое представление из прокуратуры поступило, и я как председатель городского совета обязан буду внести его на рассмотрение заседания совета, которое состоится у нас 12 августа всего года. За данное решение из присутствующих заседаний Совета депутатов на том заседании 25-го, 7-го, 13-го голосовало 12 депутатов. Голосование было поименное, 5 депутатов были против, включая вашу покорную слугу, а один депутат воздержался. Таким образом оно было принято, оно было узаконено Советом депутатов, но опять хочу высказать свою позицию. Я и тогда высказывал, что оно было крайне, сама подготовка к заседанию Совета, внесение сумбурное, прямо скажем, вот многие из их силы присутствовали на том заседании. Буквально его внесли, вот тот последний вариант, с колес за 5-10 минут. И оно, естественно, было не проработано. Заместитель прокурора в области, прошу прощения, района выступал, также говорил, что нельзя его принимать. Он тогда, в принципе, озвучивал вот эту позицию. И здесь есть, значит, существенный момент, я вот на нем акцентировал внимание, где сказано, значит, о том, что в соответствии со статьей, с частью 1, статьей 2 федерального закона о государственных муниципальных предприятиях, унитарным предприятиям признается коммерческая организация, так, вы там подкорректируете, сейчас я просто найду, где ссылка вот эта вот существенная. Согласно части 1 ст. 131 федерального закона 26.10.2002 года о несостоятельности банкротства, все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. То есть, таким образом, о чем и говорилось, и здесь вот сказано об этом, что как только это имущество будет, если официально передано теплосети, то оно однозначно, значит, вот написано, при таких обстоятельствах передача городским поселениям имущества в теплосеть заведомо приведет к его реализации, необоснованному убытию из муниципальной собственности и ликвидации предприятия, что не соответствует целям предусмотренного закона для передачи имущества в муниципальном и интерном предприятии. Я хочу подчеркнуть свою точку зрения и точку зрения ряда коллег, мы не против модернизации данного направления деятельности городского поселения и использования имущества, в частности, котельных и все соответствующее, что составляет этот комплекс, то есть какого-то акционирования, но оно должно происходить совершенно на других условиях, это должно быть создана, на мой взгляд, новая структура, которая возьмется управлять данным комплексом, значит, если туда хотят войти какие-то другие структуры, это должны совершенно быть открытые позиции, но должны они заходить туда на равных, значит, с вложением своих финансовых средств, таким образом произойдет оздоровление данного комплекса и город от этого получит, ну, должен как минимум получить и прибыль в бюджет городского поселения, но самое-то главное все-таки, чтобы этот комплекс качественно работал, чтобы не было у нас сбоев с поставкой горячей воды и не только с поставкой горячей воды, очень большая проблема с изношенностью вообще этого комплекса, об этом не так часто говорят, но говорить об этом не говорить, уже кричать приходится, почему? Потому что вот на Беронске, в частности, когда сейчас и весь рабочий поселок на настоящий момент до сих пор не подключен к горячей воде, хотя газ формально, как бы, договоренности есть с поставкой газа на котельные, из-за того, что изношенность сетей, то есть вот до сих пор не могут справиться с этой проблемой, значит, ремонтные, идут восстановительные работы на самих сетях, и сети изношены на 80-90% в общем-то практически по всему городу, вот это проблема, поэтому даже если мы договоримся с газовиками, внутри никто, кроме нас, решать не будет. Протест, как я понял, в основном повторяет аргументы представителя прокуратуры на том злополучном заседании городского совета, который все-таки принял решение передать имущество. В понедельник, допустим, депутаты не изменят в корне своего мнения, оставят все как есть, что тогда? Прокуратура будет обращаться в суд? Анатолий Петрович, вы сами ответили на этот вопрос, да, следующая процедура – это обращаться в суд по данному вопросу, но я надеюсь, что Совет депутатов на ближайшем заседании 12-го числа все-таки отреагирует на протест прокуратуры, и я хочу, может быть, заступиться за отдельных коллег, которые принимали тогда вот такое решение, хотя я, по чему, я сам был категорически против и убеждал их не принимать данного решения, но на них, как они потом объясняли, воздействовали, ну, доводы или уговоры, или просьбы, это, значит, как угодно можно это, как бы, говорить, главы городского поселения Василий Мочаров, вы все присутствовали, видели, с каким он, как бы, упоением, с каким он энтузиазмом доказывал, что это делается во благо жителей городского поселения, что только вот таким путем и таким образом мы можем дать им вот в настоящий момент как можно быстрее горячую воду, то есть вот идя навстречу пожеланиям главы городского поселения, собственно, ряд депутатов, ну, и он доказывал, что это еще и законно, что самое-то главное. Можно ли Ваши слова понять так, что некоторые депутаты потом раскаялись в своем решении, голосовании? Да, такие моменты, но потом я, по крайней мере, как депутат, как их коллега, как председатель, я слышал такие высказывания ряда депутатов о том, что они были, мягко говоря, введены в заблуждение информации со стороны главы городского поселения, и поэтому вот они проголосовали за данное решение.